Добрый день, дорогие друзья! Наша власть ставит людей перед крайне неприятным выбором. Либо вы сидите дома на так называемой самоизоляции, но тогда вам скоро становится нечего есть. Либо вы выходите на улицу и одновременно рискуете попасть под дубинки полиции и заразиться коронавирусом. Звучит как-то дико и нереалистично, но это ровно то, что вчера происходило во Владикавказе. В 21 веке, после 20 лет нефтяного изобилия и мудрого правления Владимира Владимировича, в стране начинаются голодные бунты. Пусть вас не обманывает тот факт, что многие протестующие требовали открыть школы и прекратить режим самоизоляции. На самом деле люди протестуют против того, что им нечем кормить семьи. Самоизоляция – это повод и одновременно причина этой ситуации. Ведь как получается? Карантин вели, всех по домам заперли, а чем кормить семью не сказали. Как вы думаете, сколько может прожить среднестатистический россиянин на свои сбережения? Правильный ответ – до следующей зарплаты. И то с трудом. У людей нет сбережений. Люди, в общем, нищие. Вот Путин средним классом считает людей с зарплатой в 17 тысяч. Это не средний класс. Это не счета. Люди с таким доходом просто не могут выжить без работы, без получения каждый месяц своей заработной платы. Ну как же, скажете вы. Путин же специально четыре раза выступал из своего бункера. Он всем пообещал помочь. Выступал, правда. А вот насчет помощи – давайте разбираться. На словах Путин заявляет о приоритете поддержки среднего и малого бизнеса. Поддержки индивидуальных предпринимателей, самозанятых, ну и так далее. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. На деле же мы видим совершенно другую картину. Общий объем поддержки экономики министр финансов Силуанов оценивает в 7 триллионов рублей, или 6,5% ВВП. Немного, но и немало. Большие деньги. Куда же они пойдут? 3 триллиона пойдут на восполнение выпадающих доходов бюджета. Заметьте, это не помощь людям. Это бюджетные расходы, которые и так запланированы, но теперь на них не хватает денег. А полиции и спецслужбам же надо платить. Ну от греха-то. Да и сами чиновники 100% получают. Еще триллион 300 миллиардов уйдут во внебюджетные фонды. Это тоже не помощь людям, а возмещение выпадающих доходов. А сколько же останется на поддержку малого и среднего бизнеса? Ну, вы, наверное, посчитаете. Всего было 7 триллионов, распределили 4,3. Значит, малому и среднему бизнесу пойдет остальное. Как бы не так. Из 7 триллионов рублей господдержки Малому и среднему бизнесу пойдет аж 80 миллиардов. 80 миллиардов. Чуть больше 1% от всего использования резервного фонда. Это вот все, что пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. Бизнеса, который составляет треть всей экономики. При этом даже эти 80 миллиардов обставлены такими условиями, что хрен получишь. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Один мрот на одного занятого. 12 тысяч рублей на человека. Один раз. Если человек был в штатном расписании на 1 апреля и компания не сокращала зарплату. Вот вы серьезно? Вы выделяете копейки, да еще обставляете условиями, которые вообще невозможно выполнить. Стоп. А куда же пойдет остаток от взятых из общей копилки 7 триллионов рублей? Смотрим того же министра финансов Силуанова. 2 триллиона рублей пойдут на поддержку национальной экономики. А что же это за экономика такая? Ни малый, ни средний бизнес. Им уже целых 80 миллиардов пообещали. Ни выпадающие доходы, ни внебюджетные фонды. Что же это такое? А это, друзья мои, в переводе с чиновничьего на нормальный означает помощь крупному бизнесу и госкомпаниям. 2 триллиона уйдут Газпрому и Роснефти, Ростеху и ВТБ, Сбербанку и Транснефти. Всем тем, кто должен давать бюджет, а не получать оттуда. Ваши деньги уйдут не на помощь работягам и мелким предпринимателям, а тем, кто и так живет очень неплохо. Путин и его правительство не намерены поддерживать малый и средний бизнес. Приоритет для них – управляющие госкомпаниями друзья, владельцы крупного бизнеса из числа ближнего круга. Именно их Путин будет спасать. Естественно, за счет всех остальных граждан. Помощь будет оказана тем, кто может зайти к Путину и попросить. Им помогут на триллионы. А тем, кто не может зайти, с тем разговор будет простым. При этом на себе чиновники по-прежнему не экономят. Вот для счетной палаты покупают здания за миллиард. Вот Минфин тратит 20 миллионов на интерьер в разгар кризиса. Включая пресловутые туалетные ёршики по 5 тысяч. Вот смотрите, себе ёршики за 5 тысяч, а потерявшим работу и доход, не знающим, как прокормить семью людям, 12 тысяч. Два с половиной туалетных ёршика от Минфина. Стыдно? Нет. Наплевать. Чиновники и путинские друзья сами себя не ограничат. Наоборот. Вот уже глава ВТБ Костин рассказывает, что налоговые послабления для малоимущих сейчас несвоевременные. Вместо этого Костин предлагает поддерживать отдельные отрасли экономики. Видимо, банковскую в первую очередь. Глава государственного, подчеркну, государственного банка, обладатель личных дворцов, яхт, самолетов, считает, что снижать налоги для бедных не время. Время. Время оказать господдержку таким же персонажам, как он, которые работают как чиновники, а получают как предприниматели. Своим не рискуешь, но премию за предпринимательский риск получаешь. Результатов не показываешь, а купончики стрижёшь. Вас после этого ещё удивляет, что таких, как Костин, поддержат из бюджета на 2 триллиона, а средний и малый бизнес всего на 80 миллиардов. Да просто Костин может зайти к Путину и взять своё, а вы не можете. Или вот ещё мой любимый персонаж, Игорь Сечин, глава Роснефти. Ещё в то время, когда нефть стоила 60-80 долларов за баррель, он умудрялся выпросить из бюджета льготы на добычу на сотни миллиардов рублей. А сейчас, когда майские фьючерсы на нефть вообще стали отрицательными, вы что думаете, он не выбьет себе денег? Да он уже уверен, сидит в приёмной Путина, теребит портфельчик. Владимир Владимирович, здесь, мол, так получилось, не по нашей, конечно, вине, нужны деньги, не по нашей. На поддержку, сами понимаете, государственно образующей отрасли. Пиндосы и саудиты уронили цены, надо дать достойный отпор. А достойный отпор обойдётся вам, налогоплательщикам, в очередные сотни миллиардов, если не триллионы. И Путин даст ему, потому что тот свой, потому что делится, а вам не даст. Знаете ведь, кубышка-то у государства только одна, да и не факт, что там столько денег, сколько нам говорят. В 1998-м, в кризис, у меня вообще не было никакой кубышки. Поскольку до того не было 15 лет сумасшедших, запредельно высоких цен на нефть. Не было яхт, не было шубохранилищ, не было дворцов в разных странах. Я просто брал в долг, под залог, под залог всего, под 100% годовых в валюте и платил 70% зарплаты. Это и надо требовать от власти. Сколько там Госкомстат врал про среднюю заработную плату по стране? 50 тысяч? 62 тысячи? Платите. Хоть один раз. Вам ваше вранье боком выйдет. Вы врали, что недоплачиваете людям все эти годы, чтобы отдать деньги, когда припечет. Припекло? Давайте. Давайте тем, кто работал. Тем, кто не получает сейчас 70% от вашей средней. Давайте тем, кто был без работы, без всяких закрытых бирж труда. Гражданин? Положен доход. И еще не забудьте отменить все налоги на малый и средний бизнес. Карантин кончится, а 15-20 миллионов человек останется без работы. Вы же этого не хотите? Или вам пофиг? А они сейчас эту кубышку изо всех сил тащат себе по карманам. Тут уж, знаете ли, не до голодающего населения. И поэтому правильно делают во Владикавказе. Отстану! И это работает. Вот вчера вышли, две тысячи на площади, потребовали отставки губернатора. А сегодня тот уже помощь обещает. И я, к сожалению, не вижу другого способа, как убедить власть, чтобы эти деньги достались не Сечину, не Костину, а людям, вам. Мы можем говорить о необходимости соблюдения карантина. Мы можем говорить о правильности самоизоляции. Я с этим полностью согласен. Но сидеть на карантине могут только те, у кого есть еда. А тем, кому нечего есть, не фигурально, а буквально нечего есть, не могут не выходить. Другого языка власть не понимает. Если у вас два холодильника, вы можете посидеть. Если у вас второго холодильника нет, вы не можете. Митинг на картах Яндекса – идея хорошая и креативная. Но это скорее развлечь себя на карантине. Либо люди могут находиться на карантине, либо нет. Если нет, никаких вариантов, кроме улицы. Сколько семья может продержаться без еды? Ну, неделю. Если будет скрести по сусекам и занимать еду у соседей. Неделю. А значит, реальная помощь – не путинские обещания подачек. А реальная помощь должна дойти до людей за неделю. И здесь, к сожалению, ни митинги на онлайн-картах, ни петиции не помогут. Они важны лишь как свидетельство готовности к действиям оффлайн на улицах и площадях. И мы видим, что люди начинают это понимать. Понимать, что власть поставила их в ситуацию, когда риск смерти от вируса, риск травм от полицейских дубинок, риск тюрьмы, значит, меньше, чем пустой холодильник. Чем лишение крыши над головой. Чем невозможность смотреть в глаза близким, тем, для кого ты всегда был кормильцем. Силы мужества вам, друзья. Прорвемся. Счастливо. Прорвемся.